Девушки отдыхают С булыжником там белина на площади ясной дружила И башнями стройна стена, и город, и холм окружила Так писал поэт Велимир Хлебников о старой Астрахани Она была его колыбелью, его отчим домом, его вдохновением Он ходил по ее кварталам, дышал ее воздухом Улица Старой Астрахани Особняки, чуть тронутые временем, старые покосившиеся деревья Дух его гения помнит и дом Куликова, куда вернулась семья Хлебниковых После 30-летней разлукой с Астрахани Издание Петровского общества, которое в 1914 году возглавил отец Велимира Петропавловскую церковь, где крестили, венчали, отпевали весь купеческий род великого поэта Велимир Хлебников Осознан лет до конца с отечественниками, его гением Я понял, что я никем не видим, что нужно сеять очи, что должен сей телячей идти Астрахань Велимира Хлебникова – ключ к Астраханской губернской библиотеке Куда входят книги, изданные не просто в области, а в Астраханской губернии С ее уникальной биографией и богатой архитектурой Документальная повесть Александра Мамаева «Астрахань Велимира Хлебникова» Рассказ о поэте Серебряного века Поэте с мировым именем, чьи произведения звучат на многих языках Побуждая потомков все глубже постигать его творчество Александр Мамаев родился в 1940 году в Астрахани в семье литератора В 1962 окончил филологический факультет Астраханского педагогического института Работал учителем русского языка и литературы С 1994 года заведующий домом-музеем Велимира Хлебникова Автор книг, путеводитель по хлебниковским местам и странник столетий Александр Мамаев лауреат литературной премии имени Велимира Хлебникова Участник отечественных и зарубежных международных хлебниковских чтений Хлебникову пришел через творчество французских поэтов-символистов Поля Верлена, Артюра Рэмбо Ну Хлебников поэт сложный, пришел я к нему не вдруг и не сразу Каждый к Хлебникову приходит своими путями Хлебникову просто нужно заболеть Когда я заканчивал институт, как раз вышел маленький томик Хлебникова 1960 год А я был уже без двух минут педагог, учитель И вот я открыл этот томик и, к сожалению, мало что в нем понял Там были сплошные неологизмы, Хлебников называл их звездные слова То есть я был не готов воспринять Хлебникова Потом последовало увлечение французской поэзии Опять же не классической, а как бы на полях Долгое время и во Франции не признанные Шарль Бадлер, Поль Верлен, Латриамон, Артюр Рэмбо И вот когда я читал стихи Артура Рэмбо Что-то все мне казалось, что где-то что-то я уже читал или слышал И точно я вспомнил Я Хлебникова пробовал, начинал читать И вот уже в 29 лет я открыл томик Хлебникова И он сразу в меня вошел И с тех пор я с Хлебниковым не расстаюсь Он описывал Астрахань Велимира Хлебникова 10 лет По крупицам восстанавливая биографию поэта и его почтенного рода Увлечение Хлебниковым заставляло его работать с фамильными документами Раскрывая секреты семейных взаимоотношений С детства их связывала преданная, трогательная дружба Витя и Вера, старший брат и младшая сестра С раннего возраста они питали друг другу сильную привязанность В их детских рисунках теплые и нежные чувства Восьмилетний Велимир рисовал двухлетнюю Веру Спустя годы, когда они жили в деревне Алферова Вера рисовала брата в мордовской шапке Шапка эта сохранилась Сегодня она представляет не только художественную и этнографическую ценность На ней много монет Детальное их изучение показало Все монеты французские на всех изображения Людовика XVI На мордовской шапке французские монеты Это столь же необычно, как и мир ощущений Велимира с Верой Которое и дало брату и сестре такую духовную близость Мир ощущение Велимира разгрывало перед ним безграничную свободу словотворчества Звукописпитательная среда, из которой он растил древо всемирного языка Пространство звучит через азбуку Слову нет Есть движение в пространстве и его части Точек и площадей Виктор еще учился в гимназии А профессорский состав Казанского университета Уже говорил, что вскоре у них появится студент Хлебников Так оно и случилось Его знали и в Казанском, и в Питерском, и в столичном университетах Но после многолетних мытарств Велимир оставил образование Цель его жизни – звездное небо над головой и нравственный закон внутри человека Он мог стать выдающимся математиком, ученым-естественником Отец Владимир Алексеевич Хлебников возлагал на него большие надежды Лесовод, орнитолог, первый директор Астраханского государственного заповедника Он не разделял увлечения сына поэзией Отцу хотелось видеть в нем своего преемника Уход Виктора в поэзию очень его огорчал Велимира равноинтересовали математика и зоология, история и лингвистика Но поэзия сказала свое слово Леляною ночи, леляною грусти, ее вечеровый озор Увидев созвездие, опустим мы, люди, задумчивый взор Ни шумные крыл Махесо, ни звездные лица Сиесо Они голубой тихославль, они в никогда улетавль Они улетят в никогда вль Несутся на черней сиянной, промчались шумящей виянной По озеру Синих Энесс, в созвездиях Босы, где умерла ты Нетурные косы, гризурные рты Река голубого литога, усталые крылья мечтога Нетурные зовы, нетурное имя Они, пролетавшие мимо, летурные с нами своими Дорогами облачных сдвигов, летели, как синий темнигов Вечернего воздуха дайны и ветер задумчивый тайны Летите к земному в разумию, усталые старые низурью Дарую дневному не тешь, а не голубой окопак Нездешнее младогой пение Он не изобретал, не выдумывал слова Он высвечивал их из потаенных глубин русской речи Превращая Ярославль в Тихославль, Чернигов в Темнигов Звездопады и листопады его вселенной превращались в падение очей Окопад Изолированные друг от друга непониманием Миры Виктора и его астраханские родни не могли существовать рядом Но и вдали от дома Велимир постоянно испытывал тягу к близким Невзирая на скепсис отца по поводу поэтической стези своего отпрыска В 1912 году недостойный сын уже входил в литературные круги Санкт-Петербурга Славянофил русского авангарда он называл себя Будетлянином Его творчество относился спокойно Он предвидел его, предвидел его неизбежность Принимая упреки родителей с сыновней делегатностью Уверяю вас, что решительно нет ничего такого Чтобы позволило трепетать подобно зайцам За честь семьи и имени Наоборот, я уверен, будущее покажет Что вы можете гордиться этой скатертью-самобранкой С пиром для духовных уст всего человечества Раскинутой мной Лишь Вера осталась на стороне Виктора Всячески защищая его от родительского порицания Единство брата и сестры Целостность мировоззрений поэта и художницы Я тронусь, что Вера не присоединилась к семейной дрожи За потрясение основ Однако основы рода были крепки Впрочем, и сам род заслуживал глубокого почитания Со стороны с фамильного альбома Хранящегося ныне в доме музея Велимира Хлебникова Смотрят на носке, кого недостойный сын воспел в своих стихах К смольным девицей была Белой носила передник И на доске золотое имя записано Первой ушла Так писал Велимир о своей матери Екатерине Николаевне Вербицкой Дочери вельможи из Санкт-Петербурга Окончив курсы сестер Красного Креста Она ушла на русско-турецкую войну Лаврентий Алексеевич Хлебников Спас город от наводнения Когда осаждался тот город рекой Он с ней боролся мешками с мукой Дядя поэта служил в то время в городской управе Он уговорил купцов открыть все мучные склады И по периметру обложить стены Кремля мешками с мукой Волга отступила Оставил свой след на страницах губернской летописи И Петр Харлампевич Хлебников Двоюрный брат Велимира Его книги «Астрахань. Старые годы» История возникновения Понизового края Прославил род и астраханский меценат Павел Николаевич Хлебников Он построил детский приют для детей-сирот Так называемый Николаевский приют для девочек Все от обучения до пропитания Было на его иждивении За это императрица Мария Федоровна Жаловала ему свой портрет в бронзовой оправе Потомственные почетные граждане города Рыбопромышленники, меценаты, пароходовладельцы Своими деяниями они прославляли род А в то же время представитель этого славного рода Виктор Хлебников скитался в нужде и голоде на чужбине Здоровье его было серьезно подорвано Велимир жил в Москве Их дружба с Петром Митуричем длилась всего три месяца Художник всячески поддерживал поэта Он издавал его произведения Видя как болен друг, он уговорил Хлебникова Поехать в деревню Санталова к родственникам Митурич не хотел отпускать Велимира в Астрахань Голодным, изможденным и оборванным Но поэта уже ничто не могло спасти В деревне Санталова, в маленькой банке Закончил свой жизненный путь председатель земного шара Закончил свой жизненный путь председатель земного шара Поэт ушел На руках Митурича остались рукописи Велимира Собравшись с духом, он написал его родителям письмо Это было письмо друга Словно став продолжением брата, Вера ответила Петру Митуричу Вы назвали меня тем именем, как звал Витя Это дало мне светлое, как горное озеро иллюзии Что где-то там у меня все же есть нежный брат Он же был ребенком навсегда А люди требовали от него, как от взрослого И он ушел После некоторой переписки Вера решилась поехать к столичному другу своего брата Когда он отворил ей дверь, она протянула ему розу Через две недели они поняли, что созданы друг для друга С Маем Митуричем Хлебниковым Александр Мамаев познакомился в 1994 году в Москве Куда приехал изучать фамильную коллекцию рода Дружба заведующего музеем и известного российского художника продолжалась многие годы Вплоть до смерти Мая Петровича Эту коллекцию, как зеницу ока, берегли Петр Митурич и Вера Хлебникова Понимая ее значение для будущей мировой культуры и мировой поэзии Во время Великой Отечественной войны, когда немцы бомбили Москву Петр Митурич поднимался на крышу девятиэтажного дома и тушил зажигалки Он боялся, что сгорят рукописи Велимира и полотна Веры Что коллекция бесценна, Майя Митурич впитал с молоком матери Он не отдавал ее 10 лет И только после многочасового разговора Рудольфа Дуганова с Александром Мамаевым Он сказал Маю Митуричу Отдавай, музей будет Дом на Большой Демидовской, ныне Свердлова, 53 Родительский дом поэта Хлебникова Этот дом и сейчас отражение минувшей эпохи, в которой не отделим мы друг от друга Ни творчество Велимира, ни его духовная связь с младшей сестрой Верой Ни их интеллигентная семья, некогда игравшая немаловажную роль в истории Астраханского края Со всех уголков планеты сюда стекаются любители поэзии Велимира Хлебникова Дела давно минувших дней, что мы о них знаем Способны ли по достоинству оценить их значимость Сопоставить ценности И если нет, то стремимся ли Каждый познает мир через призму своего видения Важно, чтобы эта призма не изгожала действительность Степан Батиев, калмыцкий скульптор и художник Посвятил Велимиру Хлебникову большую часть своего творчества В его хлебниковом поле человек и природа неотделимы Взаимосвязаны общим дыханием жизни Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям Не надо делений, не надо меток Вы были нами, мы вами будем Он искал ключи к Хлебникову Он нашел их в образе каменной бабы Сквозного образа хлебниковских стихов и поэм Ночь Достаточно количества Обычно, когда лепишь пластилини в глине Предварительные рисунки ведутся Изучение материала, потом такие портреты В его состоянии И после этого я поставил памятник Установил памятник, малые ребята, на его 92-м году Приезжал Май Петрович Митурич, племянник Художник И вот он просмотрел эти наброски Он говорит, можно посмотреть, как открылся Как открылся к лениной скульптуре Была Саканян, режиссер На встрече 22 декабря В 92-м году Разрушенщик Дуганов Продолжение следует... Трехметровая скульптура Велимира Хлебникова По замыслу Степана Батеева Установлена в Малых Дербетах Посреди Калмыцкой степи А ее миниатюрная копия На знаменитой Хлебниковской веранде Когда-то эта веранда была Любимым домашним уголком поэта Велимир часами мог находиться В ее неповторимой ауре Теперь на веранде собирается Творческая молодежь Здесь читают стихи, слушают музыку Проводят поэтические вечера Здесь создается литературная газета С одноименным названием Хлебниковская веранда Другая культура Другие люди Через творчество прошедшей эпохи Они постигают минувшее время Постигают себя Серьезные хлебниковеды читали И читают Хлебникова только в оригинале Виктор Григорьев Рудольф Дуганов Александр Парнис Карло Солеветти Наталья Перцова Рональд Вроун Хенрик Барон Наталья Башмакова Жан-Клод Лан Икоя Камаяма Костяк мирового хлебниковедения По всему свету проводятся хлебниковские чтения Родина поэта Астрахань Принимала хлебниковедов уже 10 раз В разные годы чтения проводились В Стокгольме, Амстердаме, Леоне, Ювязкуля В Санкт-Петербурге и в Москве Хлебникова переводят на французский Итальянский, немецкий, португальский Македонский, японский И многие другие языки мира Македонский, японский, японский Еще раз, еще раз, я для вас звезда Горе моряку, взявшему неверный угол Своей ладьи и звезды Он разобьется о камне и подводные мели Горе и вам, взявшим неверный угол Сердце ко мне Вы разобьетесь о камне И камни будут надсмехаться над вами Как вы надсмехались надо мной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok